Андрей Андрей – это очень старинный друг нашей семьи. Он дружил с моим отцом. Отец мой, будучи музыкантом, делал аранжировки на песни Андрея. Это был достаточно интересный такой творческий тандем. Отца не стало 9 лет назад почти. Тогда Андрей предложил мне поучаствовать в его коллективе в качестве вокалистки. Все было в таком зачаточном состоянии. Не было ни аранжировок, ни какой-то концепции, как это должно выглядеть. То есть все происходило в голове у Андрея. Я хочу, чтобы это было здорово. Я хочу, чтобы это была акустика. И, собственно говоря, вот от этой искры все и зажглось. Это была, наверное, какая-то часть его самого. Для Андрюши творчество, написание песен, продвижение его группы, стихи, которые он писал, все это составляло основную часть его жизни. Если так оценить, то процентов 90 – это было сплошное творчество. И теперь я уверена, что пока звучат его песни, вернее, даже не пока, а когда они звучат, когда играют музыканты, которые с ними их делали и поют вместо него, когда проходят мероприятия, которые связаны с его именем и дают возможность другим коллективам, другим творческим личностям себя показать, открыть, пока читают его стихи со сцены, неважно, или дома. Пока это все происходит, его жизнь продолжается. И для меня это самое главное. С Андреем было комфортно всем. Я не знаю, как ему это удавалось, но Андрей был таким человеком, что все очень комфортно себя чувствовали. Вообще независимо от класса, независимо от доходов, независимо от творческих предпочтений или политических взглядов, Андрей удивительным образом располагал к себе людей в любой компании. И вот его тексты, его поэзия, она вот этим напитана. То есть, если вы открываете сборник его стихотворений, вам комфортно с его стихами с первых строк. Это просто потрясающе. Поэтому, когда мы начали работать, Олег Лаврик помогал в создании аранжировок, и мы вместе как-то трудились над созданием этого репертуара, вообще никакого не было противостояния между мной или какими-то текстами. Все получалось очень легко, очень естественно. И в итоге что-то получилось, наверное. Мы его стихи печатали в наших альманахах, которые выступали, выпускали в Днепропетровске, тот же стих. И я всегда читал его стихи. Но мне с ним было просто интересно, как человек хороший. Всегда выслушивал. И его можно было послушать. У него столько осталось материала, столько огромное количество песен, которые даже еще никто не слышал. И наша задача, моя задача, прежде всего, организовать наш коллектив, чтобы это прозвучало. Потому что люди должны это услышать. Это для них писалось. Он все делал не для себя. Он делал это для того, чтобы люди слышали. Он делился с собой, своими чувствами, переживаниями. Для него очень важно было, чтобы песни звучали, потому что, ты прекрасно знаешь, что он вел достаточно большую такую продюсерскую работу по продвижению своей группы. И не только. Все мероприятия, которые делали с Андреем, они привлекали не только, давали возможность не только нашей группе, вот «Прощай, декаданс» выступить. Много коллективов музыкальных, поэты, танцевальные коллективы участвовали в его декаданс-пати, в андеграунде только девушки, в андеграунде только парни. Это была целая серия мероприятий, которые он организовал. Сейчас я переняла эту эстафету, и я могу сказать, боже мой, это такой тяжелый, кропотливый труд. Я помогала, но он был оплотом, он был движущей силой вот этого всего движения. Андрей удивительный человек в этом плане. Он сумел объединить и работу в службе, которая оказалась бы совершенно далека от творчества. Но как-то вот у него и там получалось, и люди там очень его любили, и любят, и приходят, и звонят. То есть я чувствую огромную поддержку. Здесь, где-то сын, или здесь, где-то дочь, бежать отсюда по лестницам прочь. Ставят книги, битых бакал, каждый получит то, что искал. Песня «Ставят книги, битых бакал, каждый получит то, что искал. Песня «Ставят книги, битых бакал, каждый получит то, что искал». Следующее мероприятие состоится 4 июля в авторском саду Светланы Кульбашной, дизайнера в поселке Войсковое. Это будет музыкальный фестиваль «Поспелафест», так мы его назвали. И я пою, да. Я пою, правда, пока только одну песню, но уже на следующем мероприятии их будет больше. Я никогда в жизни не пела, никогда. Хотя Андрей всегда этого хотел. Получилось, что вот только сейчас я к этому пришла и попробовала. Сегодня зрители смогут оценить, стоит ли продолжать. Надеюсь, они мне скажут правду. Но для меня это в любом случае большая отдушина. В любом случае для меня это, пока я пою его песни, я чувствую какую-то энергию и чувствую какую-то цель. И живу. Для меня это жизнь. Все так, чтобы ему понравилось. Мне кажется, что ему бы понравилось. Ему понравится обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!